Здарова, дамы и господа, и добро пожаловать на очередной обзор на игровой руль. Сегодня у нас на тесте бюджетный руль от компании ArtPlace. Модель называется Turbo C900, и эта штука имеет интересную фишку, которая меня, в принципе, и подкупила. Если ты обратишь внимание, то здесь на коробке расписаны все девайсы, с которыми имеет этот руль поддержку. То есть, он работает с PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и, бляха, я уже устал перечислять, Nintendo Switch. Охренеть, охренеть. А сейчас мы еще посмотрим цену и технические характеристики, и вы точно офигеете. Ну что ж, давайте ознакомимся с техническими характеристиками руля на e-каталог. Пишем в поиске ArtPlay. В принципе, он тут сходу, вот, ArtPlay Starring Wheel сходу находится, что, в принципе, есть удобно. Цена вопроса, как мы видим, в принципе, 6000 рублей, средняя. Кстати, интересно, что руль в основном продается только лишь по России, в Украине я в продаже его не встречал пока что, но на украинском разделе e-каталог пишется то, что скоро должен будет появиться в продаже, поэтому, может быть, скоро будет доступен и жителям Украины. Так вот, что оно из себя представляет? Значит, вот такой себе девайсик, с довольно-таки простенькими педалями, но это мы позже посмотрим. В принципе, неплохо выглядит, будет интересно посмотреть на качество сборки. И что впечатляет, как я уже изначально говорил, это то, что поддержка ПК, Xbox One 360, PS3, PS4. На моей памяти это единственный вообще руль, который работает со всеми актуальными платформами. На коробке еще и указано то, что есть поддержка свитча, что, в принципе, тоже есть, ну, не знаю, нафиг надо, потому что там на свитче играть, там что, гонки есть. Там скоро должно будет появиться что-то типа тест-драйва, там свой какой-то там драйв, не помню, как называется, но не суть. Так вот, подключение проводное, 11 кнопок у него, обратная связь, это вибрация, то есть force feedback нет, но есть обычная вибрация, как, в принципе, у всех бюджетных рулей. К этому классу, в общем-то, этот руль и относится, ну, 6 тысяч рублей, там сами судить, бюджетно, не бюджетно, но считается, что это бюджетный сегмент. Количество вибромоторов 2 штуки, 270 градусов ворот руля, коробка передача, есть рычаг КПП, да, вот такой себе рычажок КПП, это, в принципе, тоже здорово. Так, газ тормоз, зажимы, между прочим, зажимы, если посмотреть сбоку, это такая тема, как на лоджитеках, это говорит о том, что наверняка он может нормально крепиться, это, в принципе, тоже важно, потому что некоторые рули болтаются, особенно бюджетные, здесь как-то выглядит реально похоже на лоджитек, но посмотрим, как оно будет крепиться в этом плане. Еще интересно прощупать эргономику по кнопкам, тоже, в принципе, как бы с виду так неплохо, все, рычаг КПП радует, но не вижу подрулевых лепестков, то есть, даже если тут сбоку посмотреть, их нифига не видать. Так, пластик, материал исполнения, можно добавить его в сравнение, из конкурентов, конкурирует он, в принципе, как мне кажется, с каким-нибудь, ну вот, во-первых, Хори, руль, обзор, кстати, на Хори я делаю, если кому интересно, то в плейлисте обзоры моды и света, я думаю, что вы найдете, а также Трастмастер Т-80, да, как-то так, по характеристикам, хотя Т-80, давайте вот сейчас мы их сравним, вот три устройства, цена вопроса сами, видите, Артплей самый бюджетный получается, даже Хори стоит подороже, кстати, Хори, как, ну, руль, рульпад, да, его так можно назвать, в принципе, мне понравился, этот руль тоже можно сказать, что есть рульпад, такого же плана, как Хори, только у него еще больше функционал, в виде поддержки Xbox, по совместимости с платформами, как мы видим, руль от Артплей побеждает, среди конкурентов, все они проводные, по количеству кнопок Хори, тут немножко 16 кнопок имеет, здесь по 11, обратная связь силовая у Т-80, кстати, говорят, что на PS4 силовая обратная связь, нифига не пашет, видел такие отзывы, такое, а, я не на Т-80, а на Т-100 еще делал обзор, ну, в принципе, это то же самое, насколько я понял, только у Т-100 работает нормально, форс фидбэк, такс, манипулятор D-pad есть у всех, но если посмотреть на фоточку, я фиг знает, причем их вроде бы как два там указывалось, манипулятора D-pad, ну, вот это, вот, я так понимаю, чисто в теории, может быть, есть, как был на этом самом, Sony PSP, да, на PSP-шке были такие вот эти D-pad-ы, аналоги, не очень удобные, прямо-таки скажем, ну, посмотрим, как здесь-то будет работать, угол выворота, это, кстати, 180 градусов у Т-80, серьезно, охренеть, тут по 270, ну, тут однозначно победа, подрулевые лепестки, подрулевые лепестки и рычаг КПП, честно говоря, рычаг КПП, может, даже быть предпочтительный, потому что есть люди, которые катаются на автомате, а вот ручник нужен каждому, стопудово, и рычаг КПП подручник подходит гораздо лучше, чем подрулевой лепесток, ну, в общем-то, как-то так, ребят, ссылки на девайсы, на каталоге будут в описании, ну, а мы погнали дальше делать анбоксинг и ценить устройство. Ну, что ж, приступим к анбоксингу. Конечно, хотелось бы, чтобы это все дело еще нормально работало, я верю в лучшее, пока что еще не тестил, сейчас все на ваших глазах, так сказать, проверим. Кстати, здесь на коробке написано, есть игра для PC в комплекте, Race Room Racing Experience, и вот здесь, в коробке, сверху, есть какой-то купон. Купон Race Room Experience, купон на 5 евро, стартапчик, то есть, можно его активировать и получать еще дополнительно 5 евро, это приятно, кстати, чё б нет. Короче, вот здесь сейчас ты увидишь сам код, заходишь в игрушку Race Room Experience, заходишь в Store, там, в активацию, кто первый активирует, тот получит себе 5 евро на счет, можно купить пару тачек или даже пару треков, в общем-то, и заценить Race Room Experience. Поэтому дерзай, кто первый, как говорится, того и тапки, ребят. Актуально будет явно в первые минуты этого видео, потом можете особо не париться. Так вот, давайте приступать к анбоксингу, смотреть, чего тут, собственно говоря, внутри. Конечно, я еще ни разу не встречал ни одно рулевое колесо, которое работало бы сразу со всеми платформами. Как я уже сказал, конечно, хотелось бы, чтобы это все дело еще работало хорошо. Ну, насколько хорошо или плохо, мы скоро с вами узнаем. Вот такая коробка, слушайте, запечатали так. Серьезно, скажу я вам, ну-ка я пониже ее поставлю. Так, ну, я почти что ее распечатал, практически. Сука, как неудобно. Мне нужно больше студию пилить срочно. Куча, целая куча картонок запаковали прям добряче. Наверное, пол стоимости тут забирает только лишь упаковка. Еще картон. Так, и еще картон. Еще много картона, пацаны. Там еще есть, если что, внизу. Ну, ладно. Значит так, начинаем с чего попроще. И это педальный блок, который, кстати, на каталоге по изображению мне казался еще чуть попроще. Коннектор RG11, наверное. Хотя, похож как на фанатеке. Да, как на фанатеке, между прочим. Провод, кстати, мягкий. Ну, длина тут, в принципе, не особо интересна. Интересно то, что снизу есть елочка, которая не даст этим педалям ускользать. На каком-нибудь ковровом покрытии снизу есть ножки резиновые, чтобы он также не скользил на чем-то более скользком, скажем так. Педали с разным давлением, но мы сейчас еще поставим на пол, так сказать, и более детально это все дело посмотрим. Но давление кардинально разное. Между прочим, для бюджетки это круто. Снизу, правда, тут как пустотелось. Могли бы что-то сделать, чтобы их по увеличимости сделали. Но они, в принципе, скажем так, типичные бюджетные педали. Единственное, что мне впечатляет, что тормоз... Вот так вот ладони, нужно даже неплохо заморочиться, чтобы прожать это дело. Хорошо, вкладываем в сторону. Следующее, чего здесь у нас, кроме картонки, припрятано, это база с рулевым колесом. В принципе, там еще мануал, да и, в общем-то, все. Думаю, что коробку можно отсюда убирать. Размечатываем. Чудо-устройство. Вот такой вот девайс. Девайс, конечно же, на пружине. То есть, force feedback, как мы уже ознакомились, здесь чисто вибро. Попахивает Китая. Но это такое дело, этим грешат многие бюджетки, скажем так. Но ощупь, кстати, довольно-таки имеет внушительный вес. И, как я уже говорил, интересно будет еще заценить вот эти вот штуки, которые реально скоммунистили у Logitech. И знаете ли, это очень хорошо. Потому что такое крепление, оно, во-первых, простенькое. Во-вторых, оно реально... Что-то оно тут раскручено. Оно реально очень хорошо выжимает базу. И скорее, эта база, наверное, сломается, чем ее реально будет сорвать. Если что, у Logitech вот эти вот штуки, они умеют прятаться. То есть, нажимаете, прокручиваете, и эти рога прячутся. Здесь нет. Но сверху можно вставить какой-то ключ, типа, и хорошенько зажать чей, не руками, а чем-то более серьезным. Так. Здесь у нас по входам интересная фишка. Кстати, такой набалдажник висит. Вот, если обратить внимание. Такая вот штукенция. Собственно говоря, для чего она? Здесь USB-вход и выход. USB-вход для того, чтобы подключать геймпад. То есть, каким образом работает здесь поддержка на всех приставках. Ты берешь геймпад, допустим, вот в PS3. Подключаешь его шнурком и прямиком вот в этот вот USB-вход. То есть, пихаешь сюда это дело, сам джойстик, и потом, я так понимаю, это устройство начинает определяться консолью, как поддерживаемый девайс. И, конечно же, USB-вход. Все. Никакого блока питания, поскольку Force Feedback здесь чисто вибро. Никаких эффектов, никаких двигателей нет, ребят. Поэтому питание, в общем-то, не нужно. Полный минимализм. По дизайну тут уже на любителя, как говорится, материалы, кстати, прорезиненные тоже. Да, по крайней мере, ручка-резина это... Да, резиновое рулевое колесо полностью. Все как надо. То есть, никакого пластика. И даже есть подрулевые лепестки. Очень маленькие. Вот здесь подрулевые лепесточки. Вот такие массив-пусинки. Сверху есть кнопки. Кнопок много. Кнопки под руками. Кнопки, кстати, не самого худшего качества. И да, я угадал. Это и есть аналоговый такой себе стик, который работает приблизительно, как на старый добрый PlayStation Portable. Portable, да, PSP. Были некоторые версии с такими вот аналогами. Кстати, так на ощупь неплохо. Посмотрим, насколько будет хорошо или плохо он работает. Здесь какая-то есть курдилочка. Не нажимается. Кнопка Home, Start Select, L3, R3. Классика жанра, так сказать. Крестовина. R2, L2. Круто. И, конечно же, тот самый селектор КПП, который можно юзать как ручной тормоз. Короче, девайс за свои деньги чисто с виду прикольный. Надо нацепить его сейчас на стойку и проверить, как он закрепится и каков будет в работе. Давайте поближе рассмотрим педальный блок. Вы знаете, я только что попробовал продавить ногой. Тормоз реально среди бюджеток самый жесткий. И это очень круто. То есть газ, в принципе, как у всех, имеет приличный ход. Что, между прочим, тоже есть неплохо. Заметно. Тормоз реально радует. Реально радует. Как для бюджетки. Педали, в принципе, средние по опрокидыванию. Здесь достаточный запас идет. То есть, когда нажимаете, с газом вообще нет проблем. И с тормозом, в принципе, тоже нет проблем. То есть, не опрокидывается. Хорошо держится на ковре за счет вот этих вот штук. Которые можно сныкать, к слову. Либо обратно разложить. Вот. То есть, держится неплохо на ковре. Это тоже хороший комплимент, так сказать. Больше добавить нечего. В принципе, так вроде бы по материалам понятно, что это бюджетный. Ничего такого сверх прям офигеть чего. Ну, с виду вопросов каких-то, я не знаю, претензий особо нет. Может быть, тонкие пластиковые вот эти вот пластины. Не знаю. Не смотрятся они как какие-то супер прочные. Ну, и как полный фуфло тоже не смотрятся. В целом, за эти деньги педальный блок, поверьте, не самый плохой. Я бы сказал, что один даже из самых, наверное, прикольных. Получше, чем у трассмастера, потому что трассмастер точно опрокидывается, и газ там сильно помягче. Ой, тормоз, простите. Сильно будет помягче. Конечно, хотелось бы сцепу еще под это делать, тогда было бы вообще пушка. Ну, и так, неплохо. Для удобства здесь, кстати, вот эти штуки можно снять. Точно так же, как на рулях Logitech. Если у вас стол тонкий, то ставите эту фигню, чтобы лучше выжималось. Если толстый стол, либо как у меня открепление, то можно снять и без проблем зафиксировать. Базу. Все. Как и ожидалось, база намертво закреплена. Ну, давайте теперь подключать это дело к пекарне. Посмотрим драйвер. Ну, мне что-то кажется, что его наверняка не будет, никакого драйвера. Потому что обычно с бюджетными такими рулями драйверов, в общем-то, нет. Просто подключаешь, система видит его, как игровой руль. Это и всего-то делов. Поискал, в общем-то, я драйвера в сети. Драйверов нет. Собственно говоря, как и сайта производителя, я тоже найти не сумел. Но, в общем-то, он работает так. Подключили к ПК и определяется, как контроллер для Xbox 360. Я так понимаю, что в гонках он тоже будет определяться, соответственно, как геймпад. Но автосимуляторы всего скорее всего смогут работать с ним, как с рулем. По сути, такие вещи вообще называются руль-пад. Неспроста. Нет форс-фидбэка. И слишком малый угол выворота руля. 270 градусов. То есть, здесь пружина и в центре она, конечно же, имеет такой отчетливый щелчок и конкретный ноль. С одной стороны, вы четко понимаете, где этот ноль. С другой стороны, когда вы работаете рулем, вот это вот клотс-клотс, ну как бы не совсем приятно. На рулях трансмастер подобного нет. Но, с другой стороны, здесь, как я уже сказал, есть четкий центр. Поэтому тут свои за и против, в принципе, кому как больше нравится. У руля, как у бюджетки, соответственно, есть, конечно же, люфты. Тут, наверное, даже не стоит об этом рассказывать, потому что это устройство, в принципе, позиционируется как для геймеров начального уровня, либо для детей. Ну, в общем-то, за все ядость, да, приходится платить. По кнопкам, в принципе, все неплохо. Все находится под рукой, все клавиши. Жалко, что ArtPlace, нифига, это не кнопка, просто логотипчик. Плюс он, кстати, подсвечивается. Здесь есть какая-то крутилочка. Я так понимаю, что она регулирует мощность вибрации. А, нет, она чувствительность регулирует. Да, ребята, то есть его можно сделать на обычную чувствительность. Кстати, в таком формате мертвая зона минимальная, где-то вот чуть больше сантиметра. Вот, если ее увеличить, эту чувствительность, то руль при меньшем движении начинает в центре резче отрабатывать. В принципе, да, мертвая зона немножко есть, ребят. Но при большей чувствительности они чуть-чуть больше. Но это такое дело. Я бы, наверное, на таком девайсе, скорее бы, играл бы на стандартной чувствительности. Так комфортнее, я думаю, будет. Хочется еще отметить, что под взрослые руки хват будет не очень удобен. Вот это вот место, оно очень узкое. И вот этот палец здесь мой, в принципе, едва ли пролазит. Не совсем комфортно. Привыкнуть, конечно, можно, если держать руки как-то вот так. То есть, таким вот образом привыкайте и все нормально. Подрулевые лепестки очень мелкие. То есть, просто как клавиша, а не здесь. Но, опять же, привыкнуть не можно. Учитывая то, что руки с руля вы не будете снимать. Никакого перехвата здесь нет. Он не нужен. 270 градусов выворот. Еще раз отмечу. То есть, патрулевые лепестки у вас всегда будут под рукой. Ну и плюс есть вот этот вот шифтер, который я бы лично использовал скорее как ручной тормоз. Мне кажется, что так он будет более полезен, а переключаться можно и здесь. Удобные вот эти вот клавиши L3, R3. В какой-нибудь игре типа Евротрак Симулятор 2, я думаю, что можно было бы прикольно их биндить, как, например, поворотники. Либо свет, дворники. Тоже вполне себе круто. Потом аналог, в принципе, работает вроде бы неплохо, корректно. Прям плавненько им работает. В принципе, привыкнуть можно, я думаю. Он довольно-таки необычный. То есть, он нифига не торчит. Забавная такая себе тема. Опять же, для какого-нибудь Евротрак Симулятора или подобных игр для обзора камеры для вращения эта штука реально полезная. Для бюджетки это, в принципе, впечатляет. Кнопочка Home. Интересно, что вызывает Steam. Нажимаете, вылазит Steam. Start Select клавиши. Ну, в общем-то, как бы, по эргономике все. Интересно, что и дизайн у него такой необычный. Здесь спереди стилизовано под тачку. Опять же, думаю, что дети были бы в восторге. Потому что под тачку, ну, прикольно смотрится. Необычно. Осталось подключить педали и протестировать, как это дело работает на ПК. Также с консолями. Ага, спереди нашел, там есть переключатель, который переключает на X-input и Direct-input. Так, ну-ка, переключим на X-input. Тыкнем по отмена. Так. Вот, Starring Wheel Controller, ребят. Все, замечательно. То есть, теперь он отображается уже чуть-чуть иначе. Педали это одна ось. Руль. Это вот эта ось. Переключение. Все работает. И вот они аналоги. То есть, XY это педали газ-тормоза, а также руль. Как-то так это дело все отрабатывает. Ну что ж, прикольно. То есть, он может... Получается, в одном режиме он работает как геймпад. В втором режиме он работает как руль. Причем там еще пометки P3 и P4. Я так думаю, что это PlayStation 3 и PlayStation 4. Посмотрим, посмотрим. Вот, кстати, мне интересно, как эта штука будет работать, например, в какой-нибудь Forze Horizon 4. Сейчас, собственно говоря, и проверим. Тут есть небольшое но еще, что кнопки на рычаге и на подрулевых лепестках, к сожалению, дублируются. Поэтому отдельных использовать не получится. В режиме руль так уж точно. Это, ну, немножко уменьшает количество кнопок. Неприятный момент. Так, ну, Forze назначилась. Все. И, собственно говоря, работает. Чувствительность, конечно же, довольно-таки мощная. За счет того, что выбора 270 градусов. И я обращаю внимание, что руль работает немножко рывками. Конечно, это дело можно еще подстроить в настройках игры, чтобы поплавнее все было. Мертвые зоны там подрегулировать и так далее. Но в стоке есть небольшие рывки. Все-таки вот в этот момент, что пальцы не совсем влазят, под взрослые руки руль не совсем рассчитывал. Все же он позиционируется, я думал, по большей части, для детей. И я думаю, что тут тем как раз больше всего и подойдет. Особенно для тех, у кого раздают бочком. Особенно у кого есть много консолей. Причем... А, нет, все ровно. Нет, не ровно. Причем рычажок еще и работает в обратном направлении. Обычно принято повышать передачу на себя, дергать. А понижать от себя. Здесь же наоборот. Работает. Но это дело привычки, как говорится. То есть руль не для профессиональных сим-рейсеров, скажем так. Хотя удивительно, что в комплекте дают купон на RaceRoom Experience. Я думаю, что в таком симе его даже нет смысла никакого тестировать. Потому что, ну, как бы без форс-фидбэка и без нормального выворота там будет довольно-таки сложно совладать. Хотя и, естественно, получше, чем на геймпаде, как мне кажется. Все-таки даже рульпад, как по мне, предпочтительнее будет, чем геймпад. Хотя для разных игр по-разному. Для аркад, например, так ездить интереснее, но эффективнее будет, конечно же, с геймпадом. 100%. Потому что аркады типа Forza Horizon изначально создавались для геймпада. Это уже такое дело. Но, в общем-то, все работает. Кататься вполне себе можно. Жалко, что только шифтер этот работает совместно с лепесточками. Потому что хотелось бы на него назначать ручной тормоз. А так, приходится тормоз на кнопку. А дергнет. Но, тем не менее, как бы там ни было, все шуршит. Вообще без вопросов. Гораздо интереснее мне сейчас провести тест на каких-нибудь консолях. В принципе, у меня есть все. И Xbox One, и PS4, и Xbox 360, и PS3. Сейчас посмотрим, как будет работать. Предлагаю начать, например, с PS3 и Gran Turismo 5 или 6. Так, вот мне интересно. Да, так вроде бы не работает. Тублер стоит там. На P3. ПК. Значит, попробую подключить сейчас геймпад. Правда, по-моему, руль нужно после этого перез... А! Конечно, не работает. Руль-то я еще не подключил. В основном USB-порт. Где он там? Подключаем в порт. И... О! На PS3 работает и так. Сейчас посмотрим, в Gran Turismo, каким макаром он определится. По меню. Бегает. С крестовиной так точно. Запускаем. Давай, Gran Turismo 6. Так, чтоб наверняка. По менюшкам бегаем. Но мы-то знаем, что это еще ни о чем не говорит. Нужно заехать сейчас на какой-то заезд. Где-то у нас свободные там заезды, я уже не помню. Одиночная игра, допустим. Да. И проверить, поедет ли он в самой игре. Потому что мы уже встречали такие роли, которые бегают по меню. Но в игре что-то не алло. Но тут есть всегда альтернативный вариант. Давай любой трек возьмем. Пусть будет Red Bull Ring какой-то там порезанный. Из избранных там гавк. Это слишком... Давай NSX, чё бы нет. Посмотрим, погнали. Ну давай, погнали. Затестим. Так, и рулится, ребят. Gran Turismo 6, по крайней мере, работает. Ну, немножко подрулевые тоже работают. Единственное, чего в центре... Как будто мертвая зона чувствуется. Как тут вид поменять? Чё интересно? О, вид меняется. Да, есть такая мертвая зона. Но для этого можно увеличить сенсу. Во! На увеличенной сенсе, в принципе, нормально. Порезанная версия трека. Так, мне бы наушники одеть. Наверное, было бы неплохо. Так, давай. Подрулевые тоже работают. Здесь совершенно непривычно, что на переключение от себя. С этим Gran Turismo работает довольно-таки плавненько. Справедливости ради. На увеличенной сенсе вообще не вопрос. Покруче, чем в Forza. Реально неплохо. Ну, тут он явно отрабатывает как рули, а не как геймпад. Сомневаюсь я, что это работа геймпада. Не туда, проще на подрулевых. Вибро работает. Кстати, в Forza я не ощущал вибрации. Сейчас на прибрик наезжаю. Вибро не очень мощное, но оно есть. Создает такой псевдоэффект Forza Feedback. В принципе, неплохо. Но все же минимальная какая-то мертвая зона есть на центре руля. Но можно попробовать поиграться настройками, чтобы ее нивелировать. Тачка прет как вкопанная, по ощущениям. Педали отзывчивые. И еще раз отмечу то, что, как для бюджетного устройства, тормоз довольно-таки неплох. Он не самый тугой, конечно же, но и среди бюджеток один из лучших вариантов. Газ вполне себе обычный. Единственное, что радует еще, приличный ход у педали. Оп! Чуть не потерял машину. Ехать, конечно, после 900 градусов чуть-чуть непривычно. Forza Feedback. Ой, Forza Feedback. Вибро чувствуется только на обочине, на поребриках. То есть, когда именно что-то конкретное происходит с подвеской вашего автомобиля. Только тогда оно отрабатывает так. А, на торможении сейчас. На торможении тоже немножко завибрировал. Ну, да. Даже как будто газ, когда спускаю, чувствуется. Оп! Привыкать, конечно же, стоит к такому делу и разобраться с чувствительностью еще, как будет комфортнее. Прикольно то, что чувствительность можно регулировать, не отходя от кассы. Реально. Он еще мигает, вот отображает, что-то меняется. Это здорово. Ну, в общем-то, на PS3 работает все шикардос. Че, погнали дальше. Далее у нас PS4, Gran Turismo Sport. А вот здесь интересно, зашуршит ли он вот так сходу. Кнопка PlayStation. Нет, кажется, не зашуршит. Значит, нужно брать DualShock. И подключать его все-таки проводом. Кстати, насчет консоли Xbox 360. Консоль-то у меня есть, но тут есть небольшое но. Но, как подключить контроллер к кабелям, по крайней мере, я не знаю, ребят. Потому что здесь никакого разъема, собственно говоря, на геймпаде... Господи, он у меня запылился. Вообще нет. От слова совсем. Он просто как беспроводной работает. Есть какой-то разъем здесь спереди, но... Что это за разъем, я не знаю, ребят. И, в общем-то, подходящего кабеля у меня нет. Поэтому с Xbox 360 мы сегодня тест провести и Forza, и Motorsport 4 не сможем, к сожалению. Или Horizon 1. Как бы есть и то, и другое на дисках у меня. Но вот то такое себе дело. Значит так, пробуем подключить DualShock при помощи кабеля. Тыкаем его в USB-шку. Здесь. Теперь геймпад. Ходи сюда. Подключаем. Засветился, как будто начал заряжаться. О! Так, заработал. Выбираем профиль. И попробую... О, DriveClub запущен. Очень даже в тему. Правда, в DriveClub, я смотрю, мы не шуршим. По меню шуршим. В DriveClub не шуршим. То есть нет официальной поддержки. Можно, конечно, тумблер переключить. Но ладно. Я для начала хочу попробовать Gran Turismo Sport. Заработает ли он в GTS как руль. То есть переключая тумблер, вы можете использовать этот девайс на любой консоли. Вообще неважно. Хоть Switch, хоть Xbox 360, хоть что угодно. Единственное, что будет работать как геймпад. Со всеми отсюда вытекающими. То есть это появляются задержки на управлении. Хотя если выкрутить мертвую зону в ноль, а по умолчанию она включена процентов 20-25, то управление становится лучше. И как бы это всеядность, грубо говоря. Но это не совсем руль. То есть это все же руль-пад с возможностью поиграть в любую игру. Даже в GTA какой-нибудь, если вам уж по приколу будет на консоли или на ПК. Неважно. Будет шуршать аж со свистом. Но сейчас я хочу проверить. В меню Gran Turismo вроде бы как он откликнулся. Вроде бы как. Да, он откликается. Будет ли работать в гонке, опять же. По меню работает, это уже хороший знак. В Drive Club нет. Drive Club имеет определенные поддерживаемые устройства. И работает там только лишение. Давай, BrandsHatch заедем так поржать. На, допустим, и та же мазочка. Механиком. Сейчас посмотрим, как это все дело будет отрабатывать здесь. По мертвым зонам еще интересно, по умолчанию, насколько они работают. Единственное, что в GTS я не знаю, каким образом этот руль можно будет настроить. Потому что настройки под руль там идут, насколько вы знаете, под конкретную модель. Естественно, ArtPlace там нет. Там есть Logitech, Thrustmaster и Fanatech. Да и все. И то ограниченное количество моделей. Но вот по умолчанию, в общем-то, пока что он вроде бы завелся. Сейчас посмотрим, как гонки будут. Так, контроль тяги специально отключаю. Чтобы больше прочувствовать, так сказать, тачку. Ну, давай попробуем. Только вид было бы еще неплохо подпоменять. Ой. Не туда. Пардоньте, милейшая. Да, продолжить. Это назад. Воу-воу. Так, воу, чувствительность какая задрана. В GTS мертвой зоны вроде бы такой, как Gran Turismo 6 нет. И да, он работает как руль здесь. Работает полноценно как руль. Чуть-чуть в центре присутствует мертвая зона. Ее можно подрегулировать, увеличив чувствительность. Немножко увеличил, стало лучше. Очень хорошая эта опция с чувствительностью. Потому что она доступна под рукой. Вы можете в любой момент себе подрегулировать, как будет удобно. Игра орет. Оп. Оп. Вибрацию здесь я не ощущаю. Как это было на PS3. Оно специально. Да, в GTS вибрации нет, ребят. Просто пустой руль. Подпружиненный, так сказать. Но работает плавно и четко. И газ, и тормоз, в общем-то, все отрабатывают. Можно, кстати, залезть в настройки, включить интерфейс, чтобы было больше понятно информация. Как это все дело отрабатывает. По осям. Ну, то есть... В середине, ребят, мертвая зона очень минимальная. Она где-то в полсантиметра, я думаю. Где-то так. Вот я делаю минимальное движение рулем, их нет. То есть по сантиметру в каждую сторону. Далее на отклонение уже начинает отрабатывать. Но отрабатывать здесь плавнее, чем Gran Turismo. Gran Turismo я ощущал некие рывки. Не Gran Turismo даже, а на ПК я ощущал некие рывки. В Форзе здесь вроде бы как все плавно. Конечно, это несравнимо с полноценным рулем, но как бы сами понимаете, что цена вопроса соответственно. Ехать вполне себе можно. Но нужна некая здоровка, то есть нужно привыкнуть к такому девайсу. Педали. Вот педали, пожалуй, в этом руле, это, наверное, самое большое достоинство. Хоть они, опять же, ничем не выделяются особенно, но они не так уж и плохи, скажем так. Довольно-таки удобные. С хорошим ходом и приемлемым тормозом. Ну, на таком простом автомобиле ехать вполне себе не вопрос. В принципе, если потренироваться, можно даже научиться ехать чуть быстрее, чем на геймпаде, поскольку контроля машины будет больше. Хотя ГТС настолько отлично заточен под геймпад, что не факт, что вы прям быстрее поедете, но экспириенс будет лучше, интереснее. Я уже, в принципе, привык и могу позволить себе поплавнее управлять автомобилем. Неплохо, ребят. Единственное что, очень жаль, что не заработал в Drive Club, но можно переключить ползанок в другой режим и, в принципе, тогда будет работать. Но ГТС пройдено, так сказать. Так, ну и можно тогда еще протестировать на Xbox One, который я, наверное, уже вечность не включал. Вроде бы как на Xbox One эта штука работает исключительно как геймпад, но сейчас посмотрим, так ли это. Так, запустился Xbox. Так, вроде бы, да, мне шуршит. Я сейчас подключил его по USB. Берем, включаем опять же в этот вход USB геймпад. Геймпад подключился, засветился логотипчик и он работает, ребят, в режиме X-imput. Чтоб поработал буквально секунду и все. Попробую отключить геймпад, включить заново. Так, завибрировал. Блин, ну будет забавно, если он сейчас нормально заработает здесь как геймпад. Ну, давайте запустим, я не знаю, у меня тут Forza Horizon 4, по-моему, не установлено. Что вообще есть? Есть Need for Speed из гонок, есть Horizon 2. Да, Horizon 4 у меня на Xbox One X, который не в студии находится. Попробую сейчас запустить, так поражать. Не знаю только почему, но что-то звука у меня нет с Xbox One. Какая-то дичь вообще непонятная происходит. Ладно, ребят, Forza Horizon 2, я смотрю, завелась. И он работает сейчас некая геймпада, как руль. И это здорово. То есть, реально, бюджетное устройство, которое работает как руль на ПК. PS4, PS3 и Xbox One. Он работает. Он работает как руль. Так, только мне бы вид поменять было бы неплохо. Опять же, есть немножко мертвые зоны, но они корректируются просто не отходя от кассы. Так, а как переключаться? Немножко, правда, перепутанного. Все, понял. Управление. Но он работает сейчас не как геймпад, как руль. Это вообще здорово, потому что с Xbox One поддержка у рулей, и даже у руль падов не такая уж большая. На моей памяти это только лишь тростмастер, этот Ferrari 458 Spider, да, кажись он зовется как-то так. Вот он сразу вполне себе достойный конкурент, как по мне. Оп. Ездить, конечно, чуть непривычно, поскольку малый выбор от руля, плюс нет форсидбека. И работает вибро. Да, он вполне себе отвибрировал здесь. То есть он работает вообще без вопросов. Второй Horizon прекрасная игрушка, как по мне, которая доступна только лишь на Xbox One, и с таким рулем покататься здесь просто миленькое дело. Как по мне, очень здорово. Я приятно впечатлял. Единственное, что нет звука, не в руль ли звук уходит сейчас? Сейчас он, то есть геймпад, руль и так далее. А ну, если его вырубить... Не, нифига, что-то не поменялось. Непонятно, что у меня со звуком, короче. Но, тем не менее, все шуршит. Очень круто, очень круто. В общем-то, приятно, ребят, удивлен. Реально. К сожалению, как я уже сказал, с Xbox 360 проверить не получится. Точнее, как? Получится, если не подключать геймпад. Да, можно, кстати, попробовать включить просто сам Xbox. А ну, так поржать. А, подключить к нему... Да, завибрировал что-то. Xbox One, тушим. Подключить к нему этот руль только в режиме D-input. Просто так поржать заведется сейчас он или нет. Сейчас посмотрим. Но, к сожалению, нет. То есть я даже переключил тумблер. Нифига он не работает. То есть нужно каким-то чудом подключать геймпад от Xbox 360. А ну, переключим тумблер еще раз. И никакой он так не работает. Но, просто честно, я не знаю, каким образом этот геймпад можно подключить проводом к этому устройству. Учитывая, что здесь знакомых, по крайней мере, для меня каких-то разъемов нет. Только спереди что-то непонятное. Это и все. Вот. Такой вот, в общем-то, момент. Хотя, ну, так поржать, если включить, опять же, от Xbox One геймпад. Я сомневаюсь, что это как-нибудь может помочь вообще. Потому что Xbox 360, по-моему, не должен дружить. Подключаем руль. Тут загорелся, опять же, логотипчик. В таком режиме нет. И во втором... А вот, во втором... Тоже нет. Ну, то есть, Xbox 360, как бы, тест не удался, ребята. А так, в остальном, все шуршит. По итогу, что сказать, ребят. Руль, в принципе, не так уж и плохо. Опять же, для нетребовательных геймеров, для детей, учитывая, что скоро Новый год, под елку такой подарок реально может быть очень крутым. Понравилось то, что он работает со всеми консолями. На консолях он работает как руль. Есть возможность переключить его в режим геймпад и катать в ту же GTA-шку. Опять же, ваш ребенок будет просто в восторге. Потому что для многих детей покататься на тачке с рулем в GTA 5, например, это просто вау, будет отвал башки. 100% будут позитивные эмоции. Не понравилось то, что дублируются кнопки с подрулевых лепестков на, если можно, с подрулевых клавиш, наверное, правильно не так сказать, а не лепестков, на вот этот вот рычаг. Рычаг, кстати, по качеству тоже не самый лучший. Но, понятное дело, это уже клише всех бюджетных рулей. У него хороший прижим довольно-таки. Есть типичные для бюджетных рулей люфты на руле, на вот этой вот штуке. Но, в целом, за свои деньги он довольно-таки неплох. Руль прорезиненный, единственное, что для моих пальцев не совсем удобно. Привыкнуть можно, но есть рули, скажем так, по комфорте. Функционал отличный. Нравится то, что можно регулировать уровень чувствительности вот этим вот рычажком здесь спереди, просто не отходя от кассы. Бац-бац, подрегулировал как удобно и понеслась. То есть, всеядность, это, конечно же, большой бонус. По цене вопроса, как для нового устройства, ок. Но за эти деньги, сами понимаете, можно, в принципе, найти бэушный Logitech, если повезет G25. Даже не если повезет, можно найти. Он, конечно же, даст фору, но он не имеет поддержки современными консолями. То есть, G25 в Gran Turismo Sport вы не поиграете. С этим рулем, достав из коробки, вы сможете поиграть, в том числе и в Gran Turismo Sport. Но Logitech G25 можно приколхозить либо с помощью дешманских конвертеров GMX, либо более дорогих, там, Kronos и так далее. Тут уже дело, ребят, выбор за каждое. Но я считаю, что если ты родитель и смотришь своему ребенку как подарок, рассматривать можно. По качеству не все так плохо. Есть неприятный запах, я его до сих пор ощущаю. Но думаю, что если его распечатать и какую-то недельку рулят, стоит запах этот выветрится. Но он есть, опять же, никуда не денешься. Но в целом, в принципе, скорее больше позитивных впечатлений из-за все той же всеядности. И, в принципе, работает оно не так уж и плохо. Было бы интересно еще заценить на Xbox 360, но, сами понимаете, тут не знаю, каким образом. Напишите, кстати, геймпады от 360 к ПК, то кабелем как-то коннектятся. Мне просто даже самому интересно, каким макаром это можно сделать. Потому что я никогда этим вопросом не занимался. Ну и также Switch. На Switch там есть всякие Mario Kart и Tether F Unlimited. Мне написали то, что есть на Nintendo Switch. Я удивился и даже было бы интересно заценить. В общем-то, в любом случае, ребят, ссылка на этот девайс будет в описании. Заходите, смотрите в описании на e-каталог. Если интересно, брать можно. Сказал вроде бы все, что хотел, ребят. Огромное спасибо за просмотр. Если было полезно, если помог определиться с выбором, можешь тыкнуть лойс. Если нет, ты знаешь, что делать. С вами был Соня, ребят, увидимся. Через неделю у нас будет видос «Кажись по студии». Я смотрю, вам очень нравятся видосики по студии. Так что enjoy, как говорится. Буду вас ожидать, буду всем рад. Еще раз спасибо вам всем за внимание. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok